Как вы называетесь в клинике? Мы называем себя оперсотрудники. Наличие оперсотрудников облегчает жизнь хирургам и их ассистентам. А какой профит для клиентов клиники? Учитывая, что врач освобождается от тех обязанностей, которые он не должен делать, да, и он может полностью себя посвятить проведению непосредственно операции, соответственно, качество хирургии будет повышаться, потому что хирургу не нужно думать об этом, об этом, об этом и об этом. Он думает только об операции, которые он делает, потому что обо всем остальном у него голова не болит. Человеческий мозг не в состоянии продуктивно обрабатывать больше одной задачи. Это говорят специалисты, которые занимаются исследованиями человеческой психики, деятельности головного мозга. Он просто быстро переключается от одной задачи к другой, он не параллельно их решает. И вот это вот переключение требует энергозатрат больших. Мозг — это самая энергозатратная система в нашем организме. Соответственно, идет растрата энергии, идет рассеивание внимания, и чем меньше у тебя задач, тем больше у тебя возможности сфокусироваться на чем-то одном. Во время операции сотрудник операблока как-то помогает? Одна из тех вещей, к которой я стремлюсь, потому что такая помощь может понадобиться. Если хирургия подразумевает участие ассистента непосредственно в ране, и он там нужен, и не может оттуда уйти, да, но для пациента или для анестезиолога нужны еще какие-то манипуляции, не непосредственно в хирургической ране, но, соответственно, происходящей с ним, то для этого можно задействовать операционного сотрудника. Кто такие операционные сотрудники? Кого ты набираешь на работу? Операционные сотрудники не оказывают никакого влияния на пациента. Они не участвуют в лечебном процессе, не принимают решения, не назначают лечение, поэтому для их работы необходим определенный набор качеств как людей и как сотрудников, которые могут никак не связаны быть с наличием профильного образования, либо какого-то диплома по той или иной специальности. Здесь у нас они проходят обучение по необходимым навыкам и уже по результатам обучения, по тому, как они себя показывают на стажировочных сменах. Мы определяем, будет у нас этот человек работать или нет. Как долго стажировка длится? В среднем две недели. Это обязательных четыре стажировочных дня, кроме вводной какой-то встречи. Процесс обучения в дальнейшем может занимать больше времени, потому что будет разделено четко теоретическое обучение и практическое обучение. Сейчас у нас эти два процесса идут параллельно. Сейчас ты управляешь оперсотрудниками в трех клиниках? Получается, что да. На тебе куча административной работы. Ты как ветеринар, как врач, практикующий думала вернуться к работе как хирург? Чтобы участвовать в хирургическом процессе не обязательно быть хирургом. Можно быть ассистентом, можно быть анестезиологом, можно быть оперсотрудником, потому что все мы – это части единого целого. И эта работа дает мне постоянное нахождение в этом процессе, участие в хирургическом процессе. Какая самая важная часть работы у операционных сотрудников? Обработка инструментов. Это тот момент, который в полном объеме обязан и выполняет он. То есть этим больше не должен заниматься никто, потому что у оперсотрудника достаточное количество знаний и данных о том, каким образом именно нужно это сделать, в каком порядке, почему так и не по-другому. То есть насколько инструмент реально будет соответствовать уровню стерильности на смене. Ты когда берешь людей на работу, любовь к животным – обязательное требование? Я обязательно об этом уточняю. Я смотрю о том, как люди контактируют с животными, потому что даже если у них, например, не будет в течение дня свободного времени, чтобы с ними пообщаться, на добровольной основе, в принципе, наверное, все делают, потому что сложно удержаться, когда у тебя на отделении сидят мохнатые, хвостатые, с ними не обмолвиться словом или не поконтактировать как-то. Оперсотрудники часто помогают в подготовке животных к манипуляции. Например, анестезиологу нужно осуществить внутривенный доступ для ведения препаратов, а пациенту нужно поддержать, и врач с ассистентом находится на приеме. Соответственно, оперсотрудника могут попросить это сделать, и оперсотрудник не должен испытывать негативных эмоций по отношению к пациентам, потому что это может повлиять на уровень испытываемого стресса животного, они, безусловно, это все чувствуют, это будет влиять на качество контакта и на качество манипуляции. Пока из всех, кто приходил с заявкой на эту должность, не было ни одного человека, который бы сказал, ну, я не очень люблю животных. Наверное, потому что люди изначально уже, зная, в какую область идут, имеют какую-то к этому тягу определенную. Понятно, что в свободное время сотрудники могут общаться с животными, Но есть ли такое время, когда это животным нужно? Да. Если животное находится в нестабильном состоянии, и оно требует именно мониторинга компетентного специалиста, этим занимаются анестезиологи. Они сопровождают животное ровно до того момента, когда оно становится стабильным, и его уже жизни ничего не угрожает. Далее пациент находится в хирургическом стационаре до того момента, как его не заберет владелец домой. И вот этот отрезок времени, когда пациент уже является стабильным, он находится на попечении операционного сотрудника. То есть операционный сотрудник – это тот человек, который задается вопросом, можно ли уже поставить животному воды. Если животное в течение нескольких часов не забирает по той причине, что владелец, например, не имеет возможности такой, и собаке или кошке приходится находиться в клинике после операции несколько часов в ожидании владельцев, а операционный сотрудник – это тот человек, который подумает о том, что собаку нужно вывезти, выгулить, о том, что кошке нужно поставить лоточек, если она не полчаса после хирургии сидит, а дольше, и, соответственно, обеспечить удобное и комфортное нахождение животного в клинике. Что такое операционный стационар? Это помещение, где находятся пациенты в вольерах. Безусловно, там выполняются необходимые манипуляции, какая-то подготовка, но там находятся те пациенты, которые не требуют постоянного мониторинга, каких-то серьезных манипуляций. Нестабильные животные, которым требуется операция, находятся на стационаре в отделении интенсивной терапии и реанимации. Нужна ли такая служба ветеринарным клиникам? Я считаю, что да, потому что каждый должен делать свое дело. Хирург должен оперировать, ассистент должен помогать хирургу, санитарка должна мыть пол, а оперсотрудник должен отвечать за оборудование и за инструменты. То есть чем уже будет специализация работающих сотрудников, тем качественнее будет сделана конкретно эта задача. Любые увлеченные люди, работающие в клинике Сотникова, говорят, что здесь безграничные возможности для собственного развития в этой сфере. Я думаю, что наша клиника создает такие условия, которые способствуют максимальной концентрации качественных специалистов. Продолжение следует...